Здравствуйте. Дело было в 13 веке. В Сербии жил тогда король Мелутин. Ну что значит жил? Он правил в Сербии. По сербским источникам, сербский король Мелутин, в его время были в Сербии открыты залежи серебра. Он пригласил из Англии специалистов по добыче серебра, и они ему организовали добычу серебра и выплавку металла хорошего, качественного, высокопробного. Чтобы серебро в пустую не пропадало, он стал из него чеканить монету. Не задумывался, а стал чеканить монету такую же, как чеканили в Италии, через Адриатическое море от него. По сербским источникам он стал чеканить монету более высокой пробы, чем в Италии. В Венеции, вот там где-то, его конкуренты там были. А по итальянским источникам, наоборот, он плохого серебра делал, низкопробного. Ну вот такая вот обида на него вышла, сейчас уж не разберешься, в чем было дело. Мелутин был правил, в битвах участвовал, все как положено. А вот эта вот интересная монетка, золотая, называется она дукат. Дукат, кстати, от чеканенной в начале 19 века. Дукат вообще старинная монета, ей уж лет 700 с лишним, да? 700 с лишним лет, она где-то тоже в 13 веке в Италии появилась. И с тех пор очень стабильно вот чеканится, до сих пор ее чеканят, ну, только для нумизватов, для покупателей, для инвесторов, для частных кезавраторов золота. Так это называется по науке. Вот. И весила она тогда 3,5 грамма золота весила. Ну, это примерно 3,45 на самом деле. 3,45 грамма золота. И вот это вот так вот получилось, что она вот в этом весовом диапазоне, с хорошей пробой, там, 980, 900 какой-то, она прошла вот через все эти годы. Так вот, надо сказать, что в России в 19 веке стали чеканить вот такую вот золотую монету. Вообще говоря, первым ее хотел повторить царь Петр I. Он, правда, ничего не думал, он такую же монетку отчеканил, только назвал ее 3 рубля. Вот. Потом, кстати, с этого и начался стандарт наших золотых денег. Вот 3 рубля золотые петровской пары в конце 19 века, значит, в полтора раза стал рубль легче. Значит, 3,5 делить на 3,45 делить на 3. Сколько там? Грамм 15 сотых грамма. 1 грамм 15 сотых должен был весить в золотом исчислении, значит, рубль. Ну, в полтора раза удешевили, 0,77 грамма. И вот с этим рублем в революцию мы вступили. Золотой рубль из такой понятия. Так вот, так вот, Россия-то, свои рубли-то, ну, что там рубли, кто там российские рубли знает? А вот дукат голландский все знают. И его стали чеканить. Чеканить для того, чтобы наши российские моряки во время плавания зарубежных могли им рассчитываться, ну, так сказать, портовые сборы, то и все, что без вопросов, что без комиссии принимали, как говорится, да? Вот, печатать доллары бумажные, это нехорошо, это преступление. А вот чеканить чужую монету, это как-то вот двусмысленно. Она ведь ничем не хуже зарубежной. Однако так более или менее регулярно, значит, Голландия предъявляла к России, так сказать, вот претензии. Зачем вы чеканите эту монету? Но чеканка продолжалась. Уже за середину, значит, зашла 19 века. Кстати, у нас такую монетку, вот эту монету, звали лобанчик. Там, видите, солдат стоит, а вот когда в армию у нас забирали, брили лоб, да? И вот он лобанчик, забритый вот он такой. А этот вот современный дукат до сих пор чеканит. В наших документах вот этот вот дукат, который, ну, наш самодельный, да, сам наш самодельный дукат, называли известная монета. Потому что про нее официально сказать люди, они говорят, мы не чеканим, это ваш дукат. А как отличишь? Золото оно и, ну, наверное, теперешние технологии позволяют разбираться с золотом. Из какого месторождения оно взято? А тогдашние-то ведь не позволяли. Вот такая вот история с известной монетой. Всех благ вам, удачи, до свидания.